Господь и Девушка Вы находитесь в любой точке земного шара И да благословит вас познанием воли Его, воли Святого Отца Небесного Перед нашим служением мы помолимся, призовем имя Господне Чтобы Господь сегодня благословил каждого из нас Чтобы наполнил наши сердца радостью Чтобы сегодня мы действительно уканулись в мир Божьего Слова И увидели красоту Его величия, которая может отобразиться в нашей жизни Давайте мы помолимся и призовем имя Господне Милосердный Отец Небесный, благодарим Тебя и прославляем Тебя за милость Твою и доброту Благодарим Тебя за день воскресный Благодарим Тебя, Отец, за то, что Ты сегодня обильно благословил нас Благодарим Тебя за то, что Ты обновил Твою милость к нам Благодарим Тебя, Отец Небесный, за то, что Ты позаботился о каждом из нас И радуемся тому, что дал нам и возможность, и желание прийти под покров дома молитвы И вместе поклониться Твоему имени Благослови нас, предстоящих перед Тобою Благослови нас, Господи, своим словом Благослови нас, Господи, Твоею благодатью Чтобы мы сегодня вновь и вновь увидели красоту величия Твоего Прославься в нашей жизни, Отец, Сын и Святой Дух Аминь Великий Бог Когда на мир смотрю я На все, что Ты создал рукой Творца На всех существ, кого Твой свет дару я И даешь Ты любовью Отца Когда поет мой Дух Господь Тебе Как ты вели, как ты вели, когда поет мой Дух Господь Тебе Как ты вели, как ты вели, когда смотрю я к небу звездам лечным Дети в нас светлые миры текут Где солнце и лута и в мире вечном Как в океане корабли плывут Тогда поет мой Дух Господь Тебе Как ты вели, как ты вели, когда поет мой Дух Господь Тебе Как ты вели, как ты вели, когда весной природа рассветает И слышу вдаль и рощи соловья И аромат долины грудь дыхает И слух ласкает звонки шучка Тогда поет мой Дух Господь Тебе Как ты вели, как ты вели, когда поет мой Дух Господь Тебе Как ты вели, как ты вели, когда Господь меня сам призывает И светит тушь сияния Его Тогда мой Дух в смирении смолкает Признав величий голос Твоего Тогда поет мой Дух Господь Тебе Как ты вели, как ты вели, когда поет мой Дух Господь Тебе Как ты вели, как ты вели Благословен человек, который надеется на Бога Которого упованием есть Господь И более того, хочу сказать, что это огромная радость и привилегия Понимать, что у нас есть Отец Небесный И если мы читаем Священное Писание Мы видим, что на протяжении всей истории человечества Люди, которые познавали Бога Они никогда не желали уходить из Его присутствия Посмотрите, как замечательно Давид говорит о Боге, как о своем отце Он говорит так Только в Боге успокаивается душа моя От Него спасение мое Только Он, твердыня моя, спасение мое, убежище мое Не поколеблюсь боли Только в Боге успокаивается душа моя Ибо я на Него, ибо на Него надежда моя Только Он, твердыня мое, и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое Бог Народ, надейтесь на Него во всякое время Изливайте пред Ним сердце ваше Бог нам прибежище Сыны человеческие, только суета Сыны мужей, лочь Если положить их на весы Все они вместе, легшие пустоты Не надейтесь на грабительство И не тщеславьтесь хищением Тогда, когда богатство умножается Не прилагайте к Нему сердце Однажды сказал Бог И дважды слышал я это Что сила у Бога И у Тебя, Господи, милась Ибо Ты воздаешь каждому по делам Его Дивный спаситель прекрасный Наш искупитель и друг Кто мог подумать, что отнес Бог и скупит нас за твой О, Бог и скупит нас за твой Ты, Бог, Того прославляем Того, Кого любим всегда Дай исцеление и милость Нашим усталым сердцам О, Нашим усталым сердцам Сторож души и сравненький Дух Твой мы жаждем вдохнуть Новой надеждой Ты светишь Если теряемый путь О, если теряемый путь Ты тот, Кого прославляем Того, Кого любим всегда Дай исцеление и милость Нашим усталым сердцам О, Нашим усталым сердцам Вечный Отец всемогущий Верно Ты любишь Своим Слабостью, трону и души Чтобы удобность Твоим О, чтобы удобность Твоим Ты тот, Кого прославляем Ты тот, Кого прославляем Тот, Кого любим всегда Дай исцеление и милость Нашим усталым сердцам О, Нашим усталым сердцам Ты тот, Кого прославляем Тот, Кого любим всегда Дай исцеление и милость Нашим усталым сердцам О, Нашим усталым сердцам Занимайте ваши места, дорогие братья и сестры Я буквально хочу несколько текстов Зачитать Священного Писания И после этого у нас будет возможность Помолиться, помолиться Нашему Небесному Отцу Сегодня я хотел бы предложить Перед нашей общей молитвой Несколько текстов Из Псалма двадцать третьего С первого стиха мы читаем следующее Господня земля и что наполняет ее Вселенная и все живущие в ней Ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее С первых стихов или текстов Священного Писания Мы видим, что Псалмопевец Он утверждает Господний авторитет И его творческую руку, которую Он Созидал всю Вселенную И люди, которые жили в самом начале Они прекрасно понимали, что Господь был Творцом всего Из уст в уста передавалась Устная традиция о сотворении мира О Творце О том, каким образом Господь все чудесно сотворил Единственной сложностью было то, что грех Вклинился в жизнь людей Человек стал очень греховным И, соответственно, он не мог входить в Божье присутствие Он всегда чаял этого общения И, наверное, Адам с Евой неоднократно Вспоминали те прекрасные дни, которые Они проводили вместе с Богом в прохладе дня И поэтому всегда возникал актуальный вопрос Каким образом Возвратиться в Божье присутствие Каким образом Обратно человек мог найти Общение со всемогущим Со всемогущим Богом И вот посмотрите Тот же самый вопрос Задает в своем псалме Псалмопевец Третий стих Кто взойдет на гору Господню Или кто станет на святом месте Его Два очень актуальных вопроса Что делать человеку, который желает Приблизиться к Богу И что делать человеку, который желает Остаться в присутствии Господнем Ведь вопрос не только заключается К тому, чтобы прийти к Господу и уйти А прийти и остаться И сегодня, наверное, очень много людей Используют разные методы Приходок своего к Богу Приходок своего к Иисусу Христу Можно сказать Некоторые учат, что достаточно Взять и купить свечку И ты уже все на горе Господней Достаточно принести определенную сумму денег И ты все уже в присутствии Господнем Место тебе обеспечено Все у тебя хорошо Этот вопрос задают из поколения в поколение Каждое поколение людей Оно находит свой путь, можно сказать, к Богу Но есть только один истинный путь к Богу Когда человек может прийти И остаться в присутствии Господнем И вот посмотрите Что говорит псалмопевец Он задает этот риторический вопрос И на него же отвечает Он говорит Тот, у которого руки не повинны И сердце чисто Тот, у которого руки не повинны И сердце чисто Вы знаете Христос Лично Когда пришел на эту землю Он не изменил этот путь к Богу Потому что Когда он только встал на служение Свое публичное служение к Богу И мы говорим И мы говорим о Нагорной проповеди Помните Одно из блаженств Что говорит Блаженные чистые Каким? Сердцем Почему? Потому что Они Бога Узрят Блаженны Чистое Сердцем Ибо они Бога Узрят То есть, другими словами Состояние Человека Должно быть право Перед Богом Бог не допускает И тени Малейшей Для человека Чтобы он мог подумать Что в своем Греховном состоянии Он может Приблизиться К нему Поэтому Послание К евреям Автор этого Послания Обращаясь К верующим людям Говорит им следующее Итак, братья мои Имея дерзновение Входить В освятилище Посредством Крови Иисуса Христа Путем Новым И живым Который Он вновь открыл нам Через завесу То есть Плоть Свою Имея великого священника Над Домом Божьим Да приступаем С искренним сердцем С полной верой Кроплением Очистив сердца От порочной Совести И омыв тело Водою Чистою Будем Держаться Исповедание Упование Неуклонно Ибо Верен Обещавший Будем Внимательны Друг ко другу Поощряя к любви Добрым делам Не будем Оставлять собрание Своего Как есть у некоторых Обычий Но будем Увещевать Другого И тем более Чем более Усматриваете Приближение Дня Оного Поэтому друзья мои Мы видим Что единственное Средство Единственный путь По которому мы можем Приблизиться В присутствии Божия Это посредством Крови Нашего Господа И Спасителя Иисуса Христа Потому что Он Свою кровью Очищает Наши сердца До той Чистоты До той Чистоты Которую требует От нас Господь Чтобы подняться На его гору И чтобы остаться Стоять На его Святом Месте Он Продолжает Четвертый стих Тот Кто не клялся Душою Своею Напрасно И не божил сам Ложно Действительно Это так созвучно Со словами Апостола Петра Который говорит Что вы будьте святы Потому что Я свят Говорит Господь У человека Который Отвращается От греховного Образа жизни У него есть Естественная Потребность И позыв К святости И чистоте Это и Отражается На нашей чистоте Взаимоотношений Когда мы К друг другу Обращаемся И понимаем Что мы должны Быть честными Друг перед другом И не говорить Лжи друг другу И более того Он заключает Пятый стих Тот Исключительно Тот Человек Получит Благословение От Господа И милость От Бога Спасителя Своего И заканчивая Он говорит Таков род Ищущих его Ищущих Лица Твоего Божия Якова Другими словами Он говорит Что эти люди Которые стремятся Быть на святой горе Господней Которые Желают Остаться на святом месте Господней Это определенный Род Божий Род Который отличается Чистотою Сердца своего От окружающих Людей Но эту Чистоту Сердца Обеспечивает Исключительно Иисус Христос Своею Жертвою На Голгофском Кресте Сегодня мы Как церковь его Как тело его Так же имеем Возможность Войти в его Святое присутствие Мы так же имеем Возможность Остаться на его Святой горе Это огромная Привилегия Почему? Потому что Бог Он имеет Определенное Влияние На нашу жизнь Изменяя ее По слову Своему И по воле Своей И имея чистое Сердце Мы стаем Доступными Для тех Изменений Которые можем Получить В Иисусе Христе Нашем Господе Я понимаю Друзья мои Время Которые мы живем Очень сложное Но время С начала грехопадения Она никогда не была Простым Как только Человек ушел От Бога У него начались Сложные времена И каждая эпоха Приносит свои Сложности В нашу жизнь Поэтому Мы сегодня Не исключение И мы Поэтому Не ищем Удовлетворения В жизни Но ищем Своего Удовлетворения В нашем Господе Иисусе Христе И наше И наше Качество жизни Оно не находится В нашем Земных Каких-то Утехах Но наше Качество жизни Зависит от тех Благословений Которые мы получаем От нашего Господа Иисуса Христа Псалом Певец говорит Таков род Ищущих Его Ищущих лица Твоего Божия Иакова Да благословит Нас Господь Понимать эту Истину И всегда Преклоняться Перед Нашим Всемогущим Творцом Аминь Давайте мы помолимся Желающие Братья и сестры Которые желают Прославить Бога Или Или Помолиться Ему Молитвой Покаяния Попросить прощения За свои грехи Вы это можете сделать Потому что Бог Желает Чтобы у каждого из нас Были чистые Сердца Да благословит нас Господь Молитвой Аминь Покаяния И Я И Слышен Покаяния 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 Благодаря Затем Воказ Молитвы Славы Субтитры делал DimaTorzok Аминь 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 Как лань желает Как лань желает к потокам воды Так желает душа, так желает Душа моя к тебе, мой Бог Что унываешь ты, душа моя И что смущаешься Ты уповай на Бога, ибо я Буду вечно хвалить Его Жаждет душа моя К Богу живому стремится душа Но когда я приду И когда я явлюсь перед лицом твоим Что унываешь ты, душа моя И что смущаешься Ты уповай на Бога, ибо я Буду вечно хвалить Его Плачу я день и ночь Слезы мои стали хлебом моим И враги мои вновь говорят мне Ну где же Бог, ну где твой Бог Что унываешь ты, душа моя И что смущаешься Ты уповай на Бога, ибо я Буду вечно хвалить Его Днем Днем Явит милость Днем свою милость Мне явит Господь Ночью пись у меня И молитва летит моя Что унываешь ты, душа моя И что смущаешься Ты уповай на Бога, ибо я Буду вечно хвалить Его Как лань желает Как лань желает К потокам воды Так желает душа Так желает душа моя Я к тебе Мой Бог Аминь Отчего Плачет маленький Вадим Не играют дети с ним Одного ударил он А другого выгнал вон Третьего обидным словом Оскорбил сегодня снова У четвертого забрал Он машину сам освал Отчего Маринке просто так Посадил на лбу синяк Отчего же наш герой Слезы льет Теперь рекой Он нарушил Слово Божье И счастливым быть не может Не придется слезы лить Если будешь всех любить Аминь Продолжение следует... Аминь Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Until You have it all My heart is Yours Come be the fire inside of me Come be the flame upon my heart Come be the fire inside of me Until You and I are one Until You and I are one You won't relent until You have it all My heart is Yours You won't relent until You have it all My heart is Yours Come be the fire inside of me Come be the flame upon my heart Come be the fire inside of me Come be the fire inside of me Come be the fire inside of me Until You and I are one Come be the fire inside of me Until You and I are one Come be the fire inside of me Come be the fire inside of me Продолжение следует... 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 Если совесть и сердце запятнаны, не Иисус тебя будет встречать. Все грехи при тебе. И не страшно ли, жизнь прошла, ты спасенным не стал. Пренебрег сделать самое важное, положить все грехи у креста. А теперь надо плыть, плыть до берега. Так, пролетели так скоро года, и закончилось то, что отмерено. Я вернусь, спросишь ты, никогда. Берег близко, остались мгновения, что же сердце твое не поет? Берег близко, там ждут с нетерпением, кто-то руку тебе подает. Посмотри, вы знакомы, не правда ли? Ты не хочешь к Нему? Хочешь в рай? Там лишь те, кто Иисусом оправданы. Бог тебе говорил, выбирай. Ты заплакал жестоко, без милости. Где любовь? Где прощение Христа? Прав Господь. Пред Его справедливостью да закроются наши уста. Иисусу не брось обвинения, если жизнь посвятил сатане. Если мы отвергаем спасение, кто нас встретит на той стороне? Оборвать я не хочу на этом. Есть еще надежда для тебя. Не погас еще источник света. Грешника спаситель ждет любя. И сегодня милость Божья длится. Не иссякла Божья благодать. И тебе не поздно помолиться. Все грехи спасителю отдать. Можешь Иисусу жизнь доверить. И когда придет последний час, скажешь, слава Богу. И на берег выйдет Иисус тебя встречать. Аминь. Слава Богу. Прекрасное стихотворение, которое говорит о том, что наша жизнь, она имеет свои границы. Господь отмерен нам каждому дни. И я хотел бы продолжить эту тему и сыграть произведение, которое написал великий композитор Вивальди. Есть у него такое произведение, как «Времена года». Это произведение долгие десятилетия, даже столетия были забыты. Ноты были найдены в конце 19 века. И сейчас все музыканты мира любят это произведение. В нем философия жизни. А вообще Вивальди был священником. И вы знаете, в этом произведении есть четыре раздела. Есть весна. Я уже как-то говорил, она олицетворяет наших детей. Весна – это время, когда все начинает расцветать, когда все начинает благоухать. А потом начинается период жизни, когда мы взрослеем, и это лето. И вы знаете, Вивальди написал, может быть, мне удастся в скором времени сыграть это произведение. Называется «Шторм». Когда в летнее время начинает нас штормить, когда мы добиваемся чего-то, нам кажется, что у нас есть сила, и мы часто делаем ошибки, особенно в это время. Потом есть осень, благословенная осень, есть лето с Господом. А потом зима. Вот об этой зиме я хочу сказать и сыграть вам. Зима, она олицетворяет встречу с нашим Богом. И вы знаете, как вот наблюдаешь зимой, когда снег покрывает землю, и покрывает, может быть, грязь, даже мусорные свалки покрывает снег. И вы знаете, все настолько красиво становится. Вы замечали, а потом, когда этот снег сходит, понимаешь, насколько все неприятно. Но хочется, чтобы под этим снегом была зеленая травка, были газоны, была красота. Тогда этот снег особо красив. И это благодать и милость нашего Господа. И в этом произведении вы услышите, как тикают секунды, как бьется наше сердце, и как мы вспоминаем о том, что часто в жизни не исполнилось то, о чем мы мечтали. А все потому, что не слышали голос Бога. «Ви вальди времена гола». Ви вальди времена гола. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Субтитры создавал 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 DimaTorzok И поэтому, братья и сестры, благодарность Богу за вас, что вы сегодня, на сегодняшний день, используете свои дары и таланты для славы Господней. И даст Господь милости всем нам, как здесь, на земле, так и в вечности, с лицам вынесен в единой хвале нашему Господу Иисусу Христу. Сегодня с нами брат Рик Вебер со своей супругой Элли. Они у нас в гостях. Он является президентом Северного Бактикского Союза, в который также входит наша церковь. И он сегодня будет делиться Словом Господним. Но перед тем, как он выйдет сюда, мы еще вместе споем. Я думаю, что это очень хорошее время, когда мы можем друг друга назидать псалмами духовными. Приглашаю группу общего пения и вас приглашаю встать, и мы вместе будем петь Господу песнь. «Ты омыл меня в своей крови, ты простил мне все мои грехи, отворил мне двери в небеса, дал свободу раз и навсегда, свободу от греха». Спасибо. 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 This morning we'll be looking at 1 Corinthians chapter 16 verses 13 and 14. We'll be reading those verses in just a few moments. Thank you so much for inviting me to worship with you this morning. It's a privilege to be here and to honor God together. It's a great privilege to be here and to honor God's presence. We continue to uphold the ministry of your congregation in prayer. We continue to uphold the ministry of your congregation in prayer. And we are glad to be partners in ministry for the gospel of Jesus Christ. And we are glad to be partners in ministry for the gospel of Jesus Christ. May God bless you and continue to multiply your ministry as you serve you there. May God bless you and continue to multiply your ministry as you serve Him. Это свидетельство веры, которое также ободряет и нас. И ободряет церкви Северной Калифорнии. Поэтому давайте мы помолимся вначале. Великий Бог, просим Тебя, чтобы Ты открыл наши сердца для той работы, которую Ты хочешь осуществить в нас. Открой наши уши духовные, чтобы мы могли услышать то, что Ты хочешь нам сказать. Открой наши глаза. Помоги нам видеть Твое славное Царство. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. В 1843 году началась первая Баптистская Ассоциация. Когда Конрад Флэшман приехал из Германии, первые эмигранты, крестил первых пять человек, то, что впоследствии выросло, то, что мы сегодня знаем, как Северно-Баптистская Союз Церквей Калифорнии. В 1851 году несколько церквей сошлись вместе в союз. Веря, что они, когда объединятся, смогут сделать больше, чем поодиночке. Сегодня те четыре церкви стали 400 церквями. Сегодня они продолжают свою работу вести в Соединенных Штатах, здесь, в Калифорнии и в Канаде, и по всему лицу Земли через миссионерскую работу. В Северной Калифорнии, там, где началась наша первая церковь, началась в 1905 году. В 1973 году в Сакраменто было всего лишь пять церквей. The pastors of those churches met together. They believed that we needed to plant churches. And they raised 250,000 dollars. And today there are almost 40 congregations. You are part of that history. И вы часть вот этого района. Your ministry, your prayers. Вот это ассоциация, поэтому ваши молитвы, ваши усилия. Your gifts help us accomplish more than we could without you. Ваши дары помогают нам осуществить то, что мы не могли бы осуществить без вас. Thank you for your partnership in the gospel of Jesus Christ. Now from 1 Corinthians chapter 16. А теперь прочитаем 1 Коринфянам, 1 Коринфянам, 16 глава, с 13 и 14 стихов. Beginning with verse 13. Be on your guard. С 13 стиха. Бодрствуйте. Stand firm in the faith. Стойте вере. Be courageous. Будьте мужественны. Be strong. Тверды. Do everything in love. Все у вас добудет с любовью. Let me begin with a question. Я хочу задать вопрос. How do you measure success? Как вы измеряете успех? Is it by the amount of money you have? Может быть, по числу денег, которые можно саккумулировать? Is it by how handsome or beautiful you are? Или насколько вы красивы, прелестны? By the clothes you wear? Is it the position you work in? Is success your child's ability in school? Или успех — это ваш рост вашего ребенка в школе? What is success? Что для вас успех? What does success look like for a church? Как выглядит успех для церкви? As wonderful as the music is today, is success gaged by our music? Несмотря на прелесть музыки, неужели успех измеряется музыкой? Is it the size of our budget? Может быть, размером нашего бюджета? The size of the building we meet in? Может быть, размером того здания, где мы собираемся? Is it by how many people fill the pews? Может быть, успех измеряется теми людьми, которые наполняют? How does God measure success? Как Бог измеряет успех? Not by clothes. Не одежды. Not by square feet. Не квадратными метрами. Not by the financial resources we have. Не финансовыми ресурсами, которые есть доступны для нас. You can be poor and very successful. Вы можете быть бедным, но очень успешным. You could be wealthy and a failure in God's eyes. Вы можете быть очень богатым, но неудачником в Божьих глазах. God measures success differently than you and I. Бог измеряет успех намного другими критериями, чем мы. God uses words like faithfulness, Бог измеряет успех словами, как послушание, любовь. Those don't always add up to success in the way that our world measures success. You can be successful and have a small congregation. Вы можете быть очень успешны и иметь маленькую общину. If you want to experience success by God's standards, если вы хотите ощутить успех в Божьем стандарте, вам нужно следовать первое Слово Божьему. Павел здесь ободряет коринфянскую церковь пять, можно сказать, повелениями в двух коротких предложениях. «Бодрствуйте, стойте твердо верить, будьте мужественны, будьте тверды, и все добудет у вас любовью». Павел вот это длительно длинное письмо завершает вот этими словами. Он проинструктировал их, как нужно поправить их поведение. Коринф был очень успешный город. Настолько успешным, его можно сравнить с нашим городом. Но он также был полон вот этого неправильного, извращенного поведения. Слишком излишество и роскошность. И, естественно, ибдолопоклонство. Очень похож на наш город. Церковь в Коринфе сражалась. Its members were struggling to leave godless lives behind. Они боролись с тем, чтобы оставить свою безбожную жизнь позади. Paul writes to address divisions between believers. И Павел пишет, адресуя вот это именно стенки, которые перестенки они построили между собой. Он провозглашает доступность и твердость Слова Божьего. То, что является единственным авторитетом. И он вдохновляет их. Чтобы их старое аморальное поведение. И неправильное использование духовных даров. Доктринальные вот эти все неправильные трактования. Все это было оставлено. И в конце вот этого длительного письма он заключает все вот этими двумя стихами. Будьте бодрствуйте. Стойте твердо в вере. Будьте мужественны. Будьте тверды. Все делайте с любовью. Эти пять постулатов, они приведут к успеху. Господа больше беспокоит наш характер, чем наш комфорт, удобство. Он более заинтересован мотивом, чем наш... Он заинтересован больше, как мы любим Его. Насколько мы хорошо любим других. Обоeing Богу должно занять приоритет нашей жизни. Поэтому будьте бодрствуйте. Пусть ваши глаза будут всегда открыты. Будьте вот на бодром состоянии. Мне нравится вечером кушать. может быть кто-то из вас тоже питается поздно вечером однажды я делал себе бутерброд открыл холодильную дверь посмотрел, искал горчицу и не мог ее найти я сказал, Annie, где наша горчица? где ты поставила горчицу? я kept looking, и я не мог найти я смотрел и не видел она там, где всегда стоит я не вижу нигде в холодильнике горчицу она зашла в кухню она протянула руку в холодильник и сразу достала горчицу и она сказала мне, если бы ты только открыл свои глаза тогда бы ты все увидел that's probably happened to you наверное, это же у вас происходило Павел говорит к коринфянской церкви open your eyes make sure you're alert to what's going on убедитесь, что вы бодрствуете, что вы в состоянии бодрствования keep your eyes open ваши глаза должны быть открыты это не просто пробудитесь это не просто, что вы должны знать, что вы в состоянии не сна но в состоянии бодрствования это то, что даст вам возможность все это правильно осознавать that may take you away from following Jesus то, что не позволит вас отступить от следования Иисуса be on your guard будьте в бодрством состоянии the church in Corinth was bombarded by false teaching потому что коринфянская церковь она была атакована лжеучениями they were held back by apathy и фактически результат этого была апатия Павел говорит пробудитесь и бодрствуйте наблюдайте the church cannot close its eyes to the world церковь не может закрыть свои глаза на мир or we will lose sight of what Jesus has called us to потому что если мы закроем наши глаза мы не увидим посещение Иисуса Христа как Он хочет, чтобы мы смотрели на мир мы потеряем видение миссии потому что Господь призвал нас быть светом и солью для мира вы соль этого мира и вы свет для этого мира название вашей церкви свет этому миру ваши глаза должны быть открыты make sure that you remain a light to the world что вы остаетесь светом для этого мира the words of Paul have a military flavor фактически слова Павла имеют вот этот привкус военного человека a guard that is on watch at night свой рода вот этот стражник который стоит и бодрствует всю ночь would be admonished to keep his eyes open точно так же говорят стражнику ты должен бодрствовать to be alert and ready for battle ты должен всегда быть в этом состоянии и дать отпор врагу if the church is going to accomplish her mission если церковь будет призвана к тому, чтобы осуществить свою миссию she must keep her eyes open у церкви должны быть открыты глаза not just in a defensive posture не просто вот в этом состоянии защиты but keep your eyes open to the opportunities но открытые глаза для возможностей которые открываются перед нами the opportunity for the good news возможности для благовествования to take hold in the lives of other people чтобы открыть глаза другим людям be alert будьте бодрствуйте to those opportunities бодрствуйте и с открытыми глазами встречайте возможности которые перед вами and so Paul says keep your eyes open поэтому Павел говорит откройте ваши глаза and stand firm и твердо стойте standing firm refers to the stability of the Christian стойте твердо это значит стабильность firmly grounded in Christ and in the word of God чтобы вы были укреплены в Слове Божьем и во Христе you must be grounded in the word вы должны твердо стоять в вере the church in Corinth was struggling церковь в Коринфе она сражалась they were being blown back and forth up and down and they were not standing firm when we lived in Vancouver, Washington our yard was surrounded by a beautiful cedar fence on three sides на трех сторонах нашего бакьярда был огорожен таким прекрасным кедровым забором for two days we had rain and wind и два дня шел проливной дождь и ветер I got up one morning I looked out in my yard и одно утро я просыпаюсь смотрю на свой бакьярд and I saw the wind had blown the fence down и я вижу что ветер полностью снес этот забор later in the afternoon I looked out again чуть позже этого дня я посмотрел опять and I saw the wind had blown the fence down on the other side и я увидел что вторая часть вторая часть моего бакьярда тоже уже не было забора a day passed и прошел еще один день I looked out again и я посмотрел еще раз and I saw that the fence at the back of my yard had been blown down и я подумал who's gonna pay for that а кто за это будет платить вообще почему упал забор the wind was blowing потому что ветер the fence posts were rotten и столбы которым был прикреплен забор они были сгнившими you couldn't see that they were rotten from the outside they could no longer stand firm against the wind но они твердо не укрепленные не могли стоять под напором ветра your life might look great on the outside ваша жизнь по наружу может выглядеть достаточно неплохо but what's happening on the inside are you standing firm are you keeping your eyes open to make sure that your heart is strong that your mind is following Jesus so that when difficulty and the winds of life come you don't fall over if you're not paying attention to your spiritual life your life will rot like a wooden post in wet ground может сгнить точно так же как мои деревянные столбы которые там внутри в земле and when a little difficulty comes и немножко немножко испытание приходит с ветром you'll fall you'll fall Paul said stand firm in your faith Павел говорит стойте твердо вери bury your life deep in Christ похраните свою жизнь глубоко во Христа surround your life with God's word пусть ваша жизнь будет огражденная Христом stand firm on what is true don't trust what you prefer don't trust your physical strength your strength comes from God and God alone stand firm hold your ground we we are in a spiritual battle no matter what it costs a soldier no matter what it costs a soldier they stand their ground they stand their ground with order this is the charge given to you and to the church stand firm tвердо no matter what happens no matter what comes your way no matter how difficult it is stand firm we stand firm in matters of business we remain faithful in relationships we stand firm on biblical moral values мы твердо стоим когда нам нужно проявить библейское послушание ethical behavior моральное поведение когда нужно поставить and we stand firm on unconditional love мы твердо стоим на этой безусловной любви we stand firm in training our children to know God and love Him we stand firm upon the word of God to guide our lives мы твердо стоим чтобы слово Божие вело нас по жизни направляло нас церковь stand firm hold fast церковь должна твердо стоять в вере when we stand firm когда мы твердо стоим we experience God's success and blessing тогда мы испытываем Божий успех и благословение and we have more opportunity to share the good news of Jesus Christ so keep your eyes open stand firm and be courageous the Corinthian church had been living in fear fear of losing their position fear of losing material goods страх потому что они могут потерять достаток fear of losing relationships fear of ridicule punishment and persecution павел знал павел знал что церковь не может быть успешна если они будут оставаться жить в страхе им нужно быть твердыми мужественными в 1973 году пастыря пастыря в нашей северно-калифорнийском объединении всего лишь пять церквей они были мужественными они призвали свои паствы давайте будем собирать деньги для того чтобы этот фонд мог наслаждать новые церкви чтобы больше людей услышали об Иисусе Христе две из этих общин в 1973 году каждый взяли взаймы сто тысяч долларов для того чтобы дать на миссионерское служение это было очень мужественно взять на себя такие обязательства вы взяли какие-то мужественные обязательства на себя вы оставили свою страну рождения вы оставили семьи это мужественно вы искали большие возможности больше возможности не для себя только но и надеясь и для Евангелия Иисуса Христа начинать все заново с нуля это мужественно давать жертвенно это мужественно начать новую церковь это мужественно вы мужественные люди мужественная церковь продолжайте быть мужественными экзамен экзамен на нашу мужественность когда мы атакованы когда тяжесть когда нагрузка приходит к нам как вы отвечаете когда давление приходит в вашу жизнь вы начинаете жаловаться или вы говорите мужественно вы назад идете или вы вперед идете с верой мужеством церковь сегодня нуждается в мужественных братьях и сестрах это мужество но за это мужество нужно платить риск потому что когда возможность новая приходит нужно мужественно встречать это и мужество поможет нам идти вперед если это для царства божия потому что тяжело идти против потока тяжело идти против мира и все равно мужественно избирать пути божии нам нужны братья и сестры которые мужественно могут вести церковь мужество нужно для того чтобы жить посвященного Иисусом Христом и это мужество приходит только от Бога будьте мужественны ваши глаза пусть будут открыты стойте твердо вери будьте мужественны и будьте тверды когда Новый Год наступает в Соединенных Штатах некоторые люди говорят начинай все сначала я буду заниматься спортом я буду сильнее становиться в этом году Павел не говорит о твердости мышц здесь 29-летний человек в моем офисе 29-летний молодой человек пришел в мой офис однажды he wanted to grow physically strong и он хотел физически подрасти стать тверже но он принял решение что он путем другим пойдет через стероиды он нагонит себе массу to accomplish the goal и он достигнет своей цели таким образом и он действительно вырос он очень был большим он был в моем офисе потому что он вдруг понял что ему нужна другая твердость физическая вот эта красота не смогла спасти его от развала семьи физическая красота его не могла адресовать его ярость которая жила внутри него стероид которые помогли ему быть тверже мышц они смогли удержать его другого он понял что ему нужно дать свое сердце Иисусу Христу для того чтобы найти настоящую твердость Павел говорит растите вот в этой твердости вере он объясняет им что вам нужно расти духовно твердость которая из взаимоотношений с Иисусом Христом вырастает сила которая будет совокупна в теле Иисуса Христа в каждом члене совокупно вместе наша сила духовная она не нам по сути как бы дана мы получаем ее от Бога по мере того как Дух Святой работает в нас мы становимся твердыми и сильными в Боге мы должны отдать свои жизни под Слово Божие его ценностям его путям если мы хотим быть успешными если мы хотим жить Божьими путями не нашими путями чтобы идти за Богом не за людьми вот в чем измеряется это настоящая сила поэтому бодрствуйте стойте вере будьте мужественны тверды будьте все у вас добудет с любовью следующий стих 14 делайте все с любовью это говорит о том чтобы мы относились так ко всем людям все что мы делаем должно быть с такой пропорцией вот как Бог возлюбил нас так и мы отдаем эту любовь все что мы не делаем чтобы это показывало ту доброту любви которую показал для нас Бог вы получили его любовь теперь дарите эту любовь и доброту другим людям будьте добры и любвеобильны для тех которые не знают Иисуса Христа потому что будьте добры и любвеобильны это как раз таки твердость веры и мужественно показывает что вы во Христе мачур слово забыл зрелые что вы зрелые в Иисусе Христе don't ask me for help yes I got it no help there you can only act in love and kindness when you acknowledge God's love and kindness to you without love and kindness the church becomes unpleasant без любви без доброты церковь неспособной исполнить свое обетование you become an unpleasant person you become an unpleasant neighbor your warrior words and deeds towards others turn mean without love a spirit of cooperation is impossible if you do not have love and kindness you cannot be a light to the world love and kindness is your light it reflects what Jesus Christ has done for us and as we love others the light of Christ comes through us it creates fertile ground for successful spiritual growth characterized by faithfulness and obedience точно так же как это будет характеризовано верностью и послушанием you want to be successful you want to be успешным you want to be content in life you want to be уверенным в жизни you want to find satisfaction 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 then keep your eyes open then keep your eyes open stand firm in the faith be courageous будьте очень мужественными grow strong будьте тверды пусть эта сила будет вас do everything in love и в конце концов все делайте с любовью please stand and pray with me давайте мы помолимся в заключении gracious heavenly father любвеобильный отец небесный we ask that you would help us today to find true success by standing firm on your word by keeping our eyes open taking advantage of the opportunities you bring to us to speak of the gospel of Jesus Christ to show others how to follow you we ask that you would give us resolve today to be faithful and obedient and we ask this in the precious name of Jesus Christ amen аминь слава богу за его слово за это напоминание что мы должны бодствовать быть мужественными стоять в вере и все делать с любовью а может быть сегодня господь касался чьих-то сердец и вы желаете помолиться господу молитвой покаяния вы можете это сделать во имя господа нашего Иисуса Христа и обрести мир мир с Богом сейчас перед нами материальные служения я приглашаю группу общего пения пока они выходят хочу сказать что мы будем молиться после после этого пения будем молиться также за семью Мирка Людмила она улетела в Кишинев у нее отошла вечность мама они посещают наше служение и если господь позволит следующее воскресенье мы сделаем сбор в поддержку этой семьи также пожалуйста молитесь молитесь о Людмиле молитесь о ее муже и их дочери чтобы господь благословил их дал им сердце мир и послал им все необходимое для жизни благочестия также чтобы благословил пребывание Людмилы в Кишиневе давайте мы сейчас совершим материальное служение и после этого будем молиться снаряд послал очень скоро мы убили господа скоро очень скоро мы убили господа скоро очень скоро Игорь Негода 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 Игорь Негода